Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, осталось пару дней до конца недели, ребята, и нам нужно с вами каким-то макаром выбраться в Лигу Сегунов 3 звезды. Не знаю, ребят, не знаю, получится или нет, но в любом случае сегодня у меня последний день работы и я выхожу в отпуск. Так что будет у меня еще, грубо говоря, неделька на то, чтобы приготовить для вас видосики во время моего отсутствия. Ну и когда приеду, естественно, ребят, мы с вами продолжим. Так, что мы сейчас с вами будем делать? Ну, во-первых, сегодня мы пойдем на последнее испытание, на Усаги. Мы его сегодня должны получить в любом случае. Так, ну что такое, ребят, опять начинает игра вот лагать. Я не знаю, в чем проблема. Что происходит с ней в последнее время? Она вообще неадекватно себя чувствует как-то. Давай заберем здесь колоду. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях, но это мы с вами сделаем. Ребят, я за кадром прохожу все вот эти испытания, которые вы попросили, чтобы, как говорится, вас не нервировать лишний раз. И вот, ребята, у нас вот здесь вот будет испытание последнее, которое связано с Усаги. Вот она, эксперт. Сейчас мы, ребята, будем с вами набивать, надеюсь, ДНК. Шесть сыра тратим. Ага, а вот, ребята, и облом. Самый большой облом, который мог быть. Знаете почему? Потому что мне дали всего лишь одного сильного персонажа, это Леонардо. Ну и куда вот я вот с этими героями, извините меня, пойду? Куда? Да никуда. Конечно же, мы, наверное, здесь сфейлимся. Ну, первый раунд, естественно, мы должны с вами пройти. Он будет изейшим. Потому что здесь он сорокового уровня. Ну, если мы с вами, конечно же, опять постараемся. Так, он что делает? Он, по-моему, делает защиту на себя, да? Угу. И контратаку. Поэтому в наших интересах сейчас применить как можно быстрее вертушку. Так, давай-ка мы... Ну, что вы! Сделаем вертушку от Леонардо. Ну, ребят, ну что за ерунда? Наверное, надо будет после этого боя перезайти, потому что опять игра начинает клинить, тормозить. Я не знаю, с чем это все связано. Так, ну что, добивочный, я надеюсь? Да, конечно, добивочный. Так, Эйприл, ты... Да что происходит-то, ё-моё? Я не могу, ребят, так играть. Смотрите, я кликаю, он... Не знаю. Сейчас Эйприл, наверное, ребят, да, получила люлей. Так, Кунаичи. Ну, давай, давай. Во! Слушайте, ну здесь отлично. Мы с вами получаем две ДНК на Усаге. Две же ДНК, по-моему, разыгрывалось у нас. Вы еще не забывайте, что когда мы проходим на три звезды, мы можем, ребята, этот уровень с вами фармить. Да, две ДНК я получил, замечательно. Но, ребята, надо перезайти, потому что так невозможно дальше играть будет. Ну что ж, друзья, вроде перезагрузился. Сейчас остается только лишь проверить, как у нас все это дело пойдет. Продолжаем испытания на Усаге. Так, здесь у нас какой уровень-то здесь будет врагов? Полтинничек. Я думаю, что мы уберем отсюда Эйприл. Обычную Эйприл Кунаичи. И попробуем с вами сыграть Змейковьюном и Леонардо. Шансов, конечно, мало здесь победить. Может быть, даже надо было оставлять всего лишь одного Леонардо. Но я попробую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, посмотри, что происходит, ребята. Змейковьюн просто отгреб по полной программе. Ладно, мы с вами применяем, конечно же, вертушку от Леонардо. В первую очередь я буду его делать... А что я не могу? Вот. Ну, Саги. Давай. Упадут? Да, упали. Ну и... Сейчас кому-то, по-моему, не поздоровится. И это будет... Да, это будет, ребята, Змейковьюн. Естественно, как же... Как же без этого-то? Ну-ка. Ребят, если он сейчас погибнет, я имею в виду Змейковьюн, естественно, мы будем с вами играть уже без него. Я его уберу. Так, здесь контратака. Ага. Все дела. Ну, попробуем пробить. Не вышло. К сожалению. Так, кого? Ну, он налево. Ребята, а это хороший шанс. Как думаете, стоит рисковать или нет? Блин. А я не могу ничего сделать, да? В любом случае. Блин, поехали. Мимо! Все, ребят, Змейковьюн упал. К сожалению. Поэтому вывод здесь делается один. Что его мы с вами убираем из нашей команды и будем проходить вот этот раунд без него. Вообще, в соло. Потому что у нас здесь... Так, мы хоть и получаем с вами две ДНК, но чтобы нам фармить, нам нужно, ребята, проходить этот этап на три звезды. Поэтому, извини, Змейковьюн. Я как-то без тебя, наверное, здесь сыграю намного лучше. Одна вертушка чего стоит, потому что... Так, что он делает? Ну, понятно, понятно, понятно. Выделывается, да? Выделывается. Это терпимо для нас. Они полтинники, да? Мы с вами 80-го уровня, так что без проблем должны с вами забомбить. Давай, вертухан. Эй! Что происходит с игрой? Ребят, я опять нажимал на атаку. Атака почему-то не сработала. А хил сработал сразу же. В чем вообще тут проблема? Черт подери, а? Зачем мне этот хил нужен был? Мне не надо было хиляться. Ладно, попробуем, ребят, с вами сейчас вот вертушку сделать. И должны... Оу! Вертушка отменяется! Вот что я вам могу сказать. Ты посмотри, я нажимаю, ребят, на атаку. Нет, опять что-то. Вот первый раунд нормально у нас прошел. На втором начинается опять вот это вот торможение. Ребята, если у кого-то так же, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я знаю, что многие люди тоже жалуются вот на эту ерунду, что игра лагает. И непонятно по какой причине. И как вы говорите, пиши в техподдержку. Поддержку, ребят, ну это бесполезно, потому что, по-моему, игра больше не поддерживается разработчикам. И что-то там писать, это бесполезно. Так, опять же, получаем две атаки. Но мы с вами выживаем и сейчас делаем с вами добивочный удар. Так. Естественно, он... Бомбит, но промахивается. И, надеюсь... Слушай, вот этот вот наш самый первый удар почему-то довольно-таки слабый. Ну и он нам практически ничего не наносит. Вот. Все, ребята, идеально прошли. То есть, два уровня мы с вами можем фармить. А фармить мне в обязательном порядке нужно, потому что я хочу получить себе ДНК на Усаги. Я хочу его прокачать. Погоди, я не понял. Мы с вами получили Рокстеди? А, тут, оказывается, можно вот так вот проходить. Да, первое ты получаешь вот это вот, а уже в последующих разах ты получаешь остальные ДНК. Слушай, интересно, как думаешь, вот здесь вот есть смысл... Ну, я хочу вот этот уровень посмотреть. Есть смысл здесь проходить? Слушай, может быть, попробуем? Я, честно говоря, сомневаюсь. Здесь, наверное, мы с вами отгребем по полной программе. Я, конечно, сейчас применю вертушку. И посмотрим. Так, он... Ох, сейчас будет удар. Да? Так, ладно. Естественно, эти по два раза ходят. Причем у них довольно большая инициатива. Я не понимаю, почему такое происходит, ребята. Проверка. Давай на Усаги переключимся и сделаем вертушку. Посмотрим, как упадут эти грибы или нет. Да, грибы упали, ребята. И мы один на один с Усаги. Он, естественно, мне блокирует все, что можно. Отлично, кстати. Промахнулся. Промахнулся. Слушай, это нам на руку. Слушай, ну как он может? Он сходит два раза. При этом он еще делает свой суперудар. Как ты вообще на это способен, а? Усаги. Что у тебя за инициатива? Просто, ребята, молниеносная. Опять он мне все заблокировал. Есть, кстати, небольшой шанс, что мы его сейчас накажем. Так, он делает что? Защиту, да? И контратаку. При этом еще у него два удара. Ё-моё. Так, и еще и с вертушки сейчас накажет меня, да? Вот жулик. Промахнулся, кстати, я могу сказать вам. Так, ну-ка. Ну, этот удар вообще никчемный. Никчемный. Две атаки он проводит. Три. Ну, давай уж четыре. Чего уж там? Конечно. Пять. Ребят, ну и как? Как вам такой? Е! Хе-хе, я его все-таки наказал. Слушайте, ну это шикарно, что одним персонажем я смог справиться и дойти до третьего этапа. Так, значит, три. Три дынка. Ну, а теперь у нас сколько вообще? 45, ребята, с вами сыро. Я, знаешь, что хотел посмотреть? Давай посмотрим вот этот вот. Хоть раз мне когда-нибудь повезет здесь с бойцами или нет, ребят? Нет, нифига не везет мне. А я бы хотел поиграть хотя бы раз, пройти вот этот этап. Но нереально, потому что мне дают, вон, видите, кого, да? Если бы здесь дали бы моих всех самых лучших бойцов, я бы рискнул бы вообще без всяких яких. Ну, а сейчас бесполезно. Тогда, ладно, тогда раз у нас есть с вами сыр, я буду, знаете, что делать? Я буду искать на усаге то самое ДНК. Ну что, поехали, попробуем. Так, нам выпадает голубь Пит. Так, осколки, это самое худшее, что могло выпасть. Вот, ребята, видите, вот, выпал на усаге. Отлично. Давай теперь здесь попробуем. Шанс есть. Маленький, но он есть. Ну что опять-то? Ну, игра! Ой, так, Бибоб нам выпадает. И фигурка Динорога Человека. А, нет, еще есть, ребят, еще есть. 20 жетонов. Все, к сожалению, у нас сыр закончился. И давай мы пойдем, наверное, с вами выполнять ежедневные задания. То есть нам нужно сразиться в боях и поднять уровень персонажа. Так, уровень персонажа. Сейчас мы с вами с этим делом быстренько определимся. Во-первых, так. Рокзар. Ну, ты будешь откликаться или нет? Вот такие вот, ребята, тормоза в игре в последнее время происходят. Не знаю, с чем связано. Голову сломал. И перезагрузки, и что только не делал. И все равно, ребята, не помогает. Так, очень много ДНК у нас парных, я смотрю, на наших героях. Ну, давай ты уже. И будем мы сегодня, наверное, с вами искать... Так, секунду, секунду, секунду. Тут максималка. Так, Севермонтес. Я думаю, что Хан. Мы с вами Хана-то. Да вон, даже, ребят, смотрите, я вниз пролистываю. Не проматывается. Давайте, наверное, искать именно Хана ДНК. Как же ты меня раздражаешь. Я не могу, вот серьезно говорю. Просто отпадает все желание, ребята, в дальнейшем снимать ролики. Просто. Ну, что-то, вот какое-то определенное количество, там, минуты-две нормально, да? И потом какое-то затормаживание идет. Причем у меня ничего, ребята, не грузится, ничего не делается. Чтоб могло, как бы, говорится. Тем более, у меня 40 гигов оперативной памяти. Ну, тут за глаза просто-напросто. Тут хоть ты что делай. Я могу три игры запустить, и у меня ничего не будет. А тут с эмулятора на Android у меня начинают лаги происходить. Бред какой-то. Так, ладно, короче, Хана мы с вами нашли. Кого дальше нам... Так, кстати, вот у Саги, ребята, 31 ДНК. То есть нам еще 50 ДНК, и он у нас будет четырехзвездочным. Кого еще нам можно найти? Мандагека, по-моему, нельзя, потому что там нужно искать это. Так, к северу Монтеса у нас готов на то, чтобы мы его... Да что ты делаешь-то? Какого ты фига перематываешь-то? Я даже не делал такого, е-мое. Нет, к северу Монтеса я тоже не могу искать. Джастин, по-моему, у нас. Да что ты будешь делать-то, а? И Джастина не могу, и Крипа не могу. Пульверизатор, да, только он и остается. Давай хотя бы его поищем. Так, нам выпало ДНК. Второе ДНК выпадает нам. Что-то опять за свое, а? Слушай, ребят, ну перезагружаться бесполезно. Вы сами прекрасно видели, уже я перезагружался, а ничего толком не получилось. Ладно, как-нибудь эту серию допишем. Дальше, ребят, если такое будет, я не буду просто снимать. Это бред, это уже достало меня. Иногда, кстати, сейчас еще хоть более-менее, а иногда вообще просто зависает игра, и все, и ничего не помогает. Почему и серии не выпускается, и порой. Так, у нас, кстати, Кирби может прокачаться. Ага. У нас на массовую атаку нету. Есть бомбардировка, но я думаю, что нам лучше прокачать Лечку. Лечка, третья ступень, и бомбардировка. Даже вот так у нас хватает. Все, отлично. Кирби... А, кстати, мы можем ему поднять уровень, но я буду поднимать, знаете, кому? Да, именно Бакстру Стокману. Мы будем именно его прокачивать, потому что он хорош. На самом деле, мы убедились в этом в прошлой серии. Так, и что? По-моему, нам... А, нет, все задания, ребята, выполнены. Давайте забирать Ревард и отправляться уже с вами на лигу. Раз, так, два, три. Кстати, у нас с вами 500 бакинских накопилось. И вы знаете, куда я их буду тратить? Естественно, на порталы. 500 долларов надо потратить, чтобы купить 100 порталов. Вот, а многие кто-то... Так, погоди, хоть то. А то опять тут что-то, ребята, залагало, заглючило все. Да, вот. И у нас остается 100 долларов и 125 этих порталов. 13 пиццы, но это, естественно, ни на что не хватает. Все, ребята, со смелой душой и с чистой совестью мы отправляемся на лигу. И опять, ребята, меня сбросили. Опять сбросили на лигу самураев. Три звезды. Третья позиция. Ай-яй-яй. Давайте опять все заново. Так, значит, Эванильдо, Гарри и Ай. Слушай, а мне такое впечатление... Ага, вот. Слушай, а может быть что-то с интернетом не то? Ой, ребят. Может быть интернет лагает? Потому что вы увидели только что, не было здесь никаких значков, и они прогрузились только потом. Не знаю. Ну, такое может быть, согласитесь. Ладно, ребят, давайте. Мы здесь с помощью Леонарда должны с вами вырваться. Как можно быстрее. Так, 42-я позиция. Ой, позиция, 2-й уровень. Я думаю, мы с вами сделаем вот так вот. Возьмем вот этих вот малышей. И Лео, по идее, должен здесь справиться. С одной вертушки должны все эти олухи у нас упасть. Сейчас мы проверим с вами. Так, делаем вертуха. Упадите, пожалуйста. Упадите все. Да, ребята, упали они все. И мы с вами проходим. Заодно получаем все бонусы и теплюшки. Соответственно, и поднимаемся в Лигу Сегунов. Одна звезда. Я не знаю, за два дня я успею или нет. Хотя, завтра у нас что? Завтра у нас воскресенье. Завтра у меня отпуск. Я буду балдеть. И, возможно, я все-таки все силы приложу для того, чтобы перейти в Лигу Сегунов. Три звезды. Там остаться. Победить. Ну, и получить все плюхи. Так, Тимоха, Ай и Гарри. Опять же, у нас эта самая команда. И я, наверное, подерусь все-таки с Ай или Ал. Потому что здесь, смотрите, одно серебро. Я, как говорится, обожаю драться с бронзой и с серебром. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот так сделаем. Хотя, подожди, тут полтиннички. Надо, ребята, перестраховаться. И сделаю я это с помощью Бакста Ростокмана. Да, он хорош. У него маузеры довольно не кислые наносят урон. Ну, и смертельная волна. Кто-то, кстати, даже не один из подписчиков написал Рейка Чай. Вот эту вот волну, она типа имбовая и очень хорошо заходит. Ну, вот именно вот про эту. Сейчас мы, ребята, продемонстрируем ее. Вот так вот. Даже если она их не убивает, есть шанс повесить постепенный урон. Что, кстати, не очень плохо. Но маузеры, хоть они и не вешают постепенный урон, но у них довольно солидный дамаг. И они могут сразу подбить противника. Без каких-либо компромиссов. Так, и мы с вами попадаем на 78-й. На 78-ю эту, как ее, позицию. Так, давай определяться. Значит, Транк, Владимир и Амар. Выбираем по уровню. У них у всех одинаковые бонусы, поэтому я, наверное, буду вот с Владимиром спарринговаться. Откатов у нас не так уж и много осталось. Возьмем, наверное, сюда Ваньку. Я же сказал Ваньку. Что вы мне все перекидываете куда-то не туда? Раз, два, три. Вот таким макаром, я думаю, что здесь будет победа за нами. Так что, Владимир, не обессудьте, если что не так. Поехали. Начнем с вертухая. И остается лишь только у нас Донателло. Ну, пробьем мы его, интересно, его кретинами этими. Кретины идут в бой. Ой, побежали. Прыжок. Нет, к сожалению, не смогли. А Ванька-Стиранка из гранатомета, из базуки своей, конечно, подбивает. Тут понятное дело. Ну что, ребята, вторая у нас победа. Я надеюсь, мы сегодня здесь доберемся до Сегуна 2 звезды. Хотелось бы мне это. Так, 65-я позиция. Но еще есть, еще есть у нас, как говорится, порох в пороховницах. Выбираем. Смотрим. У нас тут 55-й, 55-й. А, вот. Но хотелось бы, конечно, вот с этим этапом. Райан. Давай, наверное, так вот сделаем. Мы смахнемся вот с этим вот. Тут должен быть отличный, как говорится, бонус. Прибавочка у нас неплохая. Возьмем для этого мы, наверное, железную голову. И кого-нибудь из таких слабеньких. У Саги, Кунаичи, например, Микеланджело. Вся надежда у меня, конечно же, на Леонардо с вертушкой. И потом, чтобы у меня сходил железная голова. Да, у него... Слушай, а у нас у железной головы массовой атаки нет. А, нет, есть. Что это, ребят? Фу, у него же эти... Как их там? Ну, короче, ракеты. Ракетный удар. Но, к сожалению, он, ребята, пасует. Он у нас не ходит вторым. Зато ходит третьим. Вот, ребята, массовая атака. Отлично сработало. Все нормули. И мы с вами должны на 50-е место прилететь только шорох. Ну. Давай полтинник. Полтинник мне давай. 52-ое. Ну, около того. Это все-таки лучше, чем где-то там 60-е место. Саммерли, Сергей и Тимоха. Тимоха все-таки никак не отстает от меня. Хочешь что-то подраться, да? Ладно. Давай тогда мы с вами сделаем... Да давай с Тимохой и подеремся. Ну, почему бы и нет? Раз хочет, давай подеремся. Так. Раз, два, три. 48-ой уровень. Ну, я думаю, что здесь, наверное, будет достаточно даже нам... Хе-хе-хе. Нет. Не хочу рисковать. Давай вот так вот карайка возьмем. Я помню. Змея и Кавьюна мы в прошлый раз с вами взяли и отгребли. Так. Ну что, Тимоха. Давай. Так уж и быть. Попробуем с тобой поспарринговать. Ммм. Остался слэш и... Ладно. Сейчас, ребята, наверное, одного крика достаточно будет. Да. Все. Пока идеально идем, ребят. Но бойцов у меня таких уже сильных остается все меньше. А слабых... Еще целый ворох. Как мне их реализовать, пока не знаю. 45-ое, да? А, 40-ое даже. Хм. 40-ое место. То есть, можем еще, ребят, с вами поспарринговать. Я буду драться, наверное, с Пипо. Да, я буду драться с Пипо, потому что у него здесь очень много серебра. Ну и уровень такой недовольно большой. Ну что ж, последняя попытка, ребят, сейчас у Леонарда будет. Ну. О, вот так нормально же сейчас было. Все, играли, все хорошо. Ну что опять такое за подвисание? Ну достало, вот серьезно говорю. Раз, два, три. И возьму, наверное... Я говорю, змейковью надайте мне, пожалуйста. Что ты делаешь, игра? Ё-моё, куда ты меня перекидываешь-то? Я не понимаю вообще. Что за бред? Что за бред? Такое ощущение, что как будто, знаете, играет помимо меня еще кто-то. На другом конце провода. Так, ну-ка. Ну, в принципе, в принципе, ребят, неплохо. Понижаем им защиту. Даже атаку понизили. И я надеюсь, что все-таки Шреддер сможет добить. Хм, не смог. К сожалению. Так, сейчас, наверное... Кому? Шреддеру? Нет, змейковьюну. Давай сделаем массовую атаку от змейковьюна. Должны выиграть здесь. Да, отлично. А могли бы, ребята, и проиграть. Если бы они сейчас все втроем били бы, например, того же самого Шреддера, он бы у нас упал. Какая? 35-я? Не, какая 35-я? 27-я его. 27-я позиция. Отлично. Так, надо еще, ребята. Так, Александр, Кирилл и Иви. Будем драться, наверное, тогда с Иви. А почему именно с ним? Потому что у него два серебряных персонажа. Да. Поехали. Ну, а нам-то кого здесь надо взять? Возьмем тигра, возьмем нейтрализатора. Возьму карайку, на всякий случай. Рокзара. И... Паукуса, может быть, взять, ребята? Да, давай я возьму паукуса. Ну? Слушай, что-то мне уже, знаете, внутри такое впечатление, что мы здесь не пройдем или кого-то потеряем. Так, Рокзар, естественно, берет сразу же провокацию. Тут к бабке не ходи, так все должно быть. Так, и теперь давай бомбить массовыми атаками. У них есть хил? Я что-то не могу посмотреть. У них... А, есть, у них Микеланджело, да? Хиллер, по-моему. Так, смотрим дальше. Слэш бомбит. Рокзара выдерживает. Так, укрепляет атаку Леонардо. Этот бомбит опять в Рокзара. Ну-ка, давай нейтрализатор. Отлично, остается лишь Микеланджело. Но он, ребята, естественно, включает хил. И это ему не поможет, потому что мы его, ребят, сейчас добьем. Мы его сейчас здесь добьем. Ничего ему здесь уже не поможет и ничто его здесь не спасет. Постепенно урон повесила Карайка. И Паукус, я думаю, добивает его с лихвой. Да, ребят? Отлично, никого мы здесь не потеряли. Чудо. И мы с вами продвигаемся. В Лигу Сёгунов 2 я должен, ребята, пройти. Именно вот в этой катке я должен пройти. Ну-ка. Не в этой катке, я имею в виду в этом... В этой серии. Так, ну что, 15-я позиция у нас. Поехали в бой. По-моему, у нас будет сейчас последний заключительный бой. И я выбираю самого сильного персонажа, который здесь есть. Раз, два, три. Кирби и кого-нибудь из маленьких. Ну вот, например, Макмана. Так, ну, естественно, здесь у нас как будет происходить дело? Сейчас мы бросаем бомбочку от Зека. Потом Рафаэль, по идее, должен у нас встать в провокацию и успеть. Потом, что у нас? У нас здесь есть хилер на всякий случай. Мне нужно, короче, оберегать одного персонажа. Это Макмана. Чтобы он, ребята, у нас здесь не сплавился. Чтобы он у него не упал. Так, делаем дополнительную защиту от Криса. Встаем с вами в провокацию Рафаэлем. И вся надежда на то, что Рафаэль будет развешивать люли, если кто-то на него посягнет. А на него посягает, ребята, Маузер. Но, все, это было печально для него. Так, мы можем с вами сделать массовую атаку в плане вопля. Вот так. Но она мало отнимает здоровье. Так, кого надо нам? Давай-ка мы с вами вон Донателло уничтожим. Шикарно. По-моему, больше ни у кого здесь нет массовых атак. Вот теперь уже точно. Ну-ка, Макман, попробуй-ка пробить Криса. Ну, мне кажется, что это бесполезно. 33 уровень против 55-го. Это комаринный укусик будет. Ну, ты будешь ходить-то или нет сегодня? Ё-моё. Мимо, видите, промахивается. Ну-ка. Ну, Крис-то, понятное дело, пробивает. И добивочный. Да, ребята, идеально мы здесь прошли. Сейчас мы смотрим по поду. Ну, опять же, если даже подаю, ребята, где-то позиция будет 99-я, 100-я. То есть, буквально один бой со мной, когда я буду в оффлайне, я и даже не попал. И даже, ребята, к сожалению, не попал. Но, тем не менее, около того... Слушайте, будет очень тяжело как-то за один выходной в следующий пробиться в Лигу Сёгунов 3 звезды. Очень будет сложно. Но я постараюсь, ещё раз говорю, постараюсь. Но если нет, так нет, ребята. Мне вот эти вот маузеры, которых мы с вами выиграем, всё равно нужно очень много. Я даже если пройду там круто, даже если очень много наберу баллов и проскочу, всё равно мне не будет хватать, ребята. Хотелось бы открыть, но не получится, скорее всего. Ну что, дорогие мои друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok